Салам алейкум, Достайр, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггиря, а вот это реакция на сериал 5.32, дело номер 10. Ближемся мы, по-моему, к развязке, концовке сериала. Совсем чуть-чуть осталось. Короче, лучший мент в отделе, это, конечно же, Шалкар. Давайте смотреть. И, как всегда, в конце поболтаем. Блин, кресло такое классное вообще. Валяюсь постоянно. Жертвы. Валяюсь постоянно. Валяюсь постоянно. Шалкар. А, это нам покажут потом. А, ему еще и успеть нужно было к какому-то времени, типа. Видели сколько времени? Что ж. Что ж, что ж... Валяюсь постоянно. Продолжение следует... 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 Давай, аккуратненько Живота то еще нету Вроде Нет есть Ну что ты решил? Не знаю Может вообще завязать со всем этим Ей жить спокойно, тихо, мирно Ты сам себя обманываешь Ты же не сможешь от этого жить Да, знаю Дело, которое шеф предложил, какое-то мутное Чувствую, ничем хорошим это не закончится А если бы я оказалась на месте той попавшей девушки? Вообще не говори так даже Я фигню не неси, а? Ну окажешься, наверное Я не знаю Классно, да, сделали то, что тут как будто на самом деле нет? Мне спокойно, когда ты рядом, но Мне больно смотреть на то, как ты сидишь дома и гаснешь Товарищ начальник Приветствую Какими судьбами? Шалхар, здравствуй Привет Здравствуйте Как дела? Хорошо, спасибо Вы как? Нормально Шалхар, есть время? Мы можем поговорить? Ты нет Ладно, Миша, кикорщ вам, я верю Милая, Закая, девушка классная Через вы Ты же знаешь Эйбара? Который УПГшник, что ли? Да Он со своими торпедами вчера взял в заложники троих мужчин. Ну и? Вчера ночью пропала его жена. Я Ибар уверен, что кто-то из этих троих причастен к ее исчезновению. Подружка Маляки видела, как мужчина с за столиком напротив пялился на Маляку. У него на этой почве произошел конфликт с женой. А кто второй подозреваемый? Да, там пацан мало как пухнул. Видимо, решил подкатить к жене и бара. А третий подозреваемый хозяин кафе. Очевидцы утверждают, что он последним закрывал заведение и видел, как Маляка попрощался со своей подружкой, и они разошлись в разные стороны. Свидетели об этом подтверждают. Ну а я тут при чем? Я же с ОПГ не работаю. Как раз таки проблема в том, что жена и бара подходят под описание жертв, которые были ранее найдены мертвыми на районе. Там стопроцентно серийник работает. Ну ты же в курсе? Да, в курсе. Добляя этот айбар вообще беспределит по полной. Закройте его и решайте проблему цивилизованную. Ты понимаешь, что у айбара вес в городе очень большой? Если мы его закроем, у него тысячи торпед пацанов. Они устроят такое, что мне ни сил, ни средств не хватит остановить все это. Поэтому нужна помощь. Блин, жалка мужиков, конечно. Доварищ полковник, вы не обессуете, но вы сами меня отшили. Теперь дайте мне время побыть со своей семьей. Бля, с этой работой я даже не могу со своей женой просто полежать, пообщаться. Шалхар, что ты выебываешься? Что ты себе цены набиваешь? Он просит лучшего следака. А кого я дам? Одни зеленые, пороха не нюхавшие. Незаменимых не бывает. Сами же говори. Хорош, конечно. Тэкс! Ну вот, не за что. Продолжение следует... 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 как раз таки видно этот допрос и кафешка это тоже короче эти три подозреваемых прям вместе и работали как он прям на троих понял у одного дача у другого кафешка а третий просто типа посмотрел на эту девушку и через где-то два часа вернулся домой что-то фиг знает во сколько они сидели там в этой кафешке она же ушла по моему у них скандал был они потом остались типа все так быстро разошлись там ну допустим чтобы как бы я сам понял как что произошло посидели в кафешке те поссорились ушла это все люди мигом вышли короче эти попрощались все один встретил допустим яма уже была вырыта они уже закапывали потом у него лопаты грохнул и они такие все давай быстрей капец они быстро все это сделали наверное зачем вот ну закапывать тоже зачем ты ее и так грохнул уже чтобы потом вытащить и типа и изнасиловать вообще вот ну вот этого я не понимаю на кой черт типа закопал так сейчас 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 подождем чуть-чуть приготовиться она сейчас холодная станет вот холодная прям ну я не понимаю просто это очень странно но возможно такое реально было еще заметил то что да я уже давно по моему это говорил часто у нас зеркала в кадре и вообще во всех сериях по моему так мирный умный парень готовится к учебе в москве но чувак конечно с психикой не дружит видимо у тебя блин мама конечно нам жалко вот но я так и не понял конечно а он же труп увидел ну труп то он увидел у одного он на 1 ты мог подумать вряд ли они решили то что их трое было что они втроем участвовали скорее всего на 1 подумал не знаю но другие же у всех по сути алиби но у одного трупешник увидел и вот ну я бы чисто на него наверно подумал я так и подумал почему они все земли там вообще жесть судя потому что я увидел при вскрытии их всех живьем закапывали в землю они задыхались умирали а потом их выкапывали и насиловали зачем закапывать ну так за души как-нибудь ну типа прикол наверное у них такой был да давайте ка закопаем а давай очень странно и понятно стало конечно чё это за место и почему шалкар туда бежал как он вообще узнал про это место и чё за мужик этот пдшник он конечно круто вот моментами мне прям очень понравился как он отыгрывал этот псих его шалкар вообще стоит прям не боится вообще плевать ему чё мудаки получили по заслугам я очень боялся то что в этой серии опять короче чувак мне казалось поначалу что людоед опять какой-то когда увидел эти банки ну там были грибы и трупешник он типа не успел спрятать что ли они же закапывают постоянно своих жертв да классная классная серия как вам как он такой замут и чё за аташка у водителя сколько по времени едут и откуда тоже можете написать хотя может это уже ночь там а не знаю но короче времени у них мало они слишком долго ездят как вам пишите в комментариях ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны с villga видео килограмм ч Zoe процер чуть чет 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 Продолжение следует...